МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Анна Марченко. Сегодня в выпуске. Дома номер 16 по улице Островского поселка Белый Яр готовятся к эвакуации. Единственные в России в Сургуте отметили уникальный праздник – День поэта. И Кафедральный собор Ханты-Мансийска пополнился священной реликвией. Под угрозой обвала ветхие и аварийные дома в Сургуте и районе все больше вызывают опасения у их жильцов. Строения в буквальном смысле слова трещат по швам. Дарья Давыдова оценила остроту проблемы. Готовы к эвакуации. Под таким девизом живут люди в доме по Островского, 16 на Белом Яру. О своем возрасте здание напоминает регулярно. Последний раз сообщило о том, что его пора сносить в субботу. Треск произошел сильный и услышал шум. Вот угол обвалился, обвалилась кафель, под кафелем штукатурка. И появилась трещина размером, ну, визуально сейчас покажется, будет видно до двух сантиметров. Трещины на стенах в квартире Рената Ахмедханова есть не только в ванной комнате. И кухня, и спальня, и гостевая комнаты все пестрят такими узорами. Полы съезжаются куда-то в центр дома. Люди боятся. Вдруг вернешься с работы, а все обвалилось. Плита на месте не стоит, она уходит еще дальше. Ожидать, что оно само становится, естественно, никаких надежд нет. Здесь то же самое. Ренат живет на втором этаже. Мы спустились на первый и заглянули в гости к соседям. Там, спустившись в подпол, обнаружили, дом стоит на деревянных брусках, которые недавно заменили сами жильцы. При этом все канализационные источные воды стекают под дом. Десять дней только. Сантехников вызывали. Два раза в сутки. Два раза в сутки. Вчера только вызывали, позавчера вызывали. Постоянно. Постоянно они у нас здесь дежурят. Не мудрено. Аварийная бригада приезжает, чтобы откачивать воду, которая скапливается в подполе. Только это не мешает деревянным доскам гнить и проседать. Между тем в управляющей компании пояснили. Идет канализационный подпор коллектора, нужно его вычищать. И сразу проблемы уйдут туда, куда и должны уходить сточные воды. Дом находится довольно-таки в ветхом состоянии, так как он был устроен, как предназначался для временного проживания людей, которые поселок осваивали. Ну, да, сносить надо. Сейчас жильцы написали заявление в УТВИ. Порядок действий в управляющей компании нам также разъяснили. Заявление отпишут нам. Как только заявление поступит нам на руки от подписанной руководителем, сразу будет создана комиссия. Произведем комиссионное обследование. Установим маячки. И посмотрим, как идет, грубо говоря, подвижность дома идет, в какой форме. После акта обследования документы по дому передадут в администрацию Сургутского района, где будут решать, когда, наконец, здание снесут. Кстати, в списке ветких и фенольных строений дом по Островскому 16 значится 19-м. А этот порядковый номер далеко не гарантия, что его снесут в этом году. Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Он есть сейчас, вернуть его к прежнему состоянию или полностью пересмотреть и каким-то образом оптимизировать. Эти вопросы стали во главу угла обсуждения депутатов, представителей администрации города и самим поставщиком транспортных услуг. Как мы все прекрасно с вами понимаем, западный район, львиная доля которого, 45-й маршрут у нас с вами обслуживает, сейчас очень сильно застраивается, вводятся новые дома. Ну и, соответственно, конечно, 45-й маршрут пользуется спросом. За последние два отчетных года один из самых популярных маршрутов обслуживали 18 автобусов. Причем ни копейки на их работу администрация города не выделяла. Неожиданным образом ситуация изменилась в году нынешнем. Деньги предприятию решили выделить, но эффект оказался обратным. 18 автобусов за последние два года. Сейчас мы хотели как-то улучшить ситуацию, да, и начали платить 55 миллионов 476 тысяч субсидий. И у нас в итоге автобусы уменьшились. Мы вынуждены были, да, уменьшились. Да, 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 уменьшились. Ситуация ухудшилась. И я вот не могу понять, где вообще вот соль-то, что мы хотели сделать-то. Из 18 автобусов на маршруте остались только 11. Как итог, в часы пик горожане стали ощущать острую нехватку в любимом перевозчике. На администрацию города посыпались жалобы, в том числе коллективные. Было принято решение провести ревизию. Ее итогом стали три варианта возможных действий. В 45 маршрут добавляем два автобуса, как в будни, так и в рабочее время, так и в субботни. За счет чего у нас происходит увеличение количества рейсов, выполняемых, до 211 единиц. То есть 23 рейса в день. Этого можно добиться за счет сокращения количества рейсов на 51 и 52 маршрутах. И дополнительной субсидии в виде 3 миллионов рублей. Второй вариант – оставить все как есть. Но ввести по два дополнительных автобуса на 45-й. Третья возможность – вернуться к прошлогодней программе. И оставить на дороге 18 автобусов. Субсидия тогда составит уже порядка 36 миллионов рублей. В итоге с принятием предложенных вариантов решили повременить. Не надо торопиться. Давайте все-таки подождем. Сегодня цена вопроса 3 миллиона, 6 миллионов, 36 миллионов. Мы сегодня перекинем субсидию на 45-й маршрут, сократив 51-й. Там начнутся проблемы. Подождать решили до окончания первого квартала. Тогда транспортники предоставят фактические затраты на пассажирские перевозки. И только тогда можно будет определиться с плановой субсидией их предприятия. А пока 11 вместо 18. Марина Буторина, Рамиль Нуреев, Вячеслав Шаркунов. Сургут Интерновости. В Сургуте всерьез заинтересовались судьбой кладбища домашних животных. По генеральному плану к 2016 году на месте захоронений пройдет дорога. Однако этот объект уже сейчас вызывает опасения и у чиновников, и у экспертов. Представители ветнадзора предположили, что в почве может содержаться сибирская язва. Отобрано порядка 150 проб. В экстренном порядке организуется лабораторное исследование земли. В случае, если опасения подтвердятся, будут приняты экстренные меры. Однако перед администрацией встал вопрос, кто проведет исследование. В Югре соответствующих лабораторий нет, да и стоимость работ высока, около 250 тысяч рублей. Результаты будут... Постановление о выделении денег было вчера, только вышло, мы получили вернее. Сейчас идет речь, каким образом разместить это. То есть, либо это как будет у единственного заказчика, а сибирскую язву только может определить. Ближайший регион это вот в Тюмени только может быть. Больше нигде. В Ханты-Мансийском музее природы и человека открыли год культуры выставкой Пак Терериха. Этот проект экспонировался во Франции, Швейцарии, Германии, Испании, Португалии, Латинской Америке и вот теперь впервые в России. Экспозиция повествует о первом международном договоре о сохранении учреждений культуры, науки и памятников, который был подписан в 1935 году по инициативе Николая Рериха. На торжественном открытии руководство музея предложило журналистам новую форму работы, пресс-туры «Мамонтово кольцо» и «Село Селиярово». Первый будет интересен любителям палеонтологии и археологии, второй – знатокам истории. Выставку Пак Терериха можно успеть посетить до 7 марта этого года. Очень, на мой взгляд, правильно год культуры музея открывать этим выставочным проектом, который нас будет целый год мотивировать, хотя мы этим занимаемся ежедневно, но мотивировать еще больше. Не только сохранять и изучать историко-культурное наследие нашего уникального региона, но и его представлять на выставках, в экспозициях, в культурно-образовательных проектах. А в Сургуте год культуры и праздничные мероприятия, посвященные юбилею города, начали с Дня поэта, который учрежден распоряжением администрации города по инициативе Общественного фонда «Словесность». Дата выбрана не случайно – 18 февраля, день рождения поэта нашего земляка Петра Суханова. К празднику приурочен ряд городских мероприятий – пресс-конференция с творческой интеллигенцией, презентация альманаха «Сургут литературный», беседы с членами Союза писателей России, а также торжественный вечер в филармонии. Это уникальное событие такое и для города, и для России в целом, потому что ни в одном городе России нет Дня поэта. Многие говорят об установлении праздника День поэта в России, многие хотят сделать такой государственный праздник. Искусственный интеллект в действии. В Сургуте во второй раз прошли городские соревнования по робототехнике, чьи машины оказались умнее, быстрее и сильнее, знает наш корреспондент. 69 участников создали такие машины, которые соревновались в ловкости, меткости и силе. Организаторы утверждают, робототехника и конструирование очень полезны для детей. Развивается робинка межпредметная. Он понимает, что ходит на математику и информатику не просто так. Он применяет эти знания. Я собрал стандартного робота и приделал ему ковш, двигатель и ультразвитковой датчик. С помощью этих шипов он не просто толкает робота ковшом, а поднимает его более сильно. Я туда вырисую, хочу встать на сутро. В подобных соревнованиях принимают участие даже девочки. За год обучения в кружке Ангелина не только научилась собирать модель, но и смогла занять третье место в номинации «Сумо». Победители получили кубки и шанс попасть в сборную города для участия в региональных соревнованиях. И вполне возможно, что повзрослев, кто-нибудь из юных конструкторов станет настоящим инженером и своими разработками сделает нашу повседневную жизнь еще более высокотехнологичной. Елена Цоянко, Наталья Горачева, Сергей Кулатов, Сургут Интерновости. Кафедральный собор Ханты-Мансийска пополнился священной реликвией. Ему переданы в дар мощи святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. Приложиться к ковчегу со святыней можно с молитвой о мире в семье, об удачной женитьбе или замужестве и попросить детей. Христианский праздник Петра и Февронии отмечается 8 июля. В России в священность даты верят. Ежегодно в этот день заключается большее количество браков, чем обычно. Сейчас, будучи на рождественских чтениях, по просьбе моей, нашей епархии передан частицы мощей Петра и Февронии. Сегодня заказан специальный ковчег для этих святых, покровителей, скажем, молодых пар. И мы планируем обвести по нашей епархии этот ковчежец. Он будет находиться всегда в Кафедральном соборе в городе Ханты-Мансийска. Православные христиане готовятся к Великому посту. По всему миру идут последние приготовительные недели. Впереди месопустная и сырная. А 15 февраля в честь праздника Сретения Господня прошли богослужения во всех храмах Сургута. Слово «Сретение» означает «встреча». В этот день церковь вспоминает события, произошедшие более двух тысяч лет тому назад, когда на сороковой день после рождения Иисуса принесли в храм, и там произошла встреча Бога-младенца со старцем Симеоном. Ему было предсказано, что он не покинет этот мир, пока не увидит Христа своими глазами. Сретение трактуется как встреча нового и ветхого заветов. Мне хотелось бы, чтобы такая встреча у каждого человека произошла. И если такая встреча произойдет, то она будет неизгладимой, она будет на всю жизнь, и тогда жизнь наша будет совсем иной. В последние годы сложилась традиция именно в этот день поминать павших воинов. Праздник Сретения Господня отмечается в канун Великого Поста. В феврале россияне отметят свой любимый праздник – Масленицу, а март начнут с Прощенного Воскресения. Сегодня уже предуготовительная неделя перед Великим Постом, когда поется за вечерним богослужением покаяния отверстиями двери Жизнодавча. То есть мы говорим о покаянии, чтобы плоды покаяния были принесены Великим Постом, как никогда каждый христианин смог бы сделать переоценку своих жизненных ценностей. По словам священнослужителей, главное – осознание своей греховности. Тогда человек может надеяться на прощение Господня. Татьяна Расторгуева, Анна Максимова, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. В Югре развивается религиозный экскурсионный туризм. Однако перевести направление в паломническое не получится. Причина – отсутствие таких культовых мест, например, как древние монастыри. Всего за прошедший год Югру посетили более 450 тысяч туристов. План на пятилетку – поднять это число до миллиона. Такой в перспективе пока мешает дорогой перелет в наш округ и высокие цены на гостиницы. Эту проблему, говорят, в профильном департаменте уже решают. В округе большим успехом у путешественников пользуются посещение общин Ханты и Манси. Одно из новых веяний среди отдыхающих – гастрономическое направление. Люди едут в Югру, чтобы попробовать оленину под брусничным соусом, муксуна, строганину из щуки и другие уникальные продукты. Развивается и событийный туризм. Например, на грядущий кинофестиваль «Дух огня» планируют принять огромное количество гостей. Год заканчивая, более 9 миллиардов рублей принесла туристическая отрасль в оваловом продукте. И это говорит о том, что 25 тысяч работают в отрасли, 146 предприятий. Буквально вчера делегация была в Санкт-Петербурге, автономного округа. Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве. И блок туристический тоже у нас особняком стоит, как важное направление. Есть поручение президента о акценте на молодежно-детский туризм. В Ханты-Мансийском центре зимних видов спорта имени Филипенко установлен самый большой в России экран. На нем в режиме реального времени транслируются Олимпийские игры. Без комментариев, онлайн. Такая площадка организована специально для болельщиков в рамках проекта «Лайфсайт Сочи-2014». Работает она с 10 утра до 11 вечера. Активнее югорчане болеют за зимние виды спорта – лыжные гонки, биатлон, сноуборд, хоккей. Подобных мест в России 12, 4 из них в Сочи. В морозы для болельщиков в биатлонном центре предусмотрели икрытое помещение, оборудованное пятью плазмами и баром. Кстати, Олимпийская площадка в Ханты-Мансийске была первой запущенной в стране. Опробовали ее еще на прошлых Олимпийских играх. На открытии у нас присутствовало порядка 500 человек. А так ежедневно посещают до 300 человек нашу площадку. Сегодня мы ожидаем также порядка 300 человек. Мы так и раскачиваем площадку, чтобы люди приходили не только к возле телевизора на диванах, а чтобы они поболели, поделились между собой эмоциями, вместе покричали. Баскетбольный клуб «Университет Югра» потерпел третье поражение подряд. Вслед за проигрышем Рязани и Рускон Мордовии студенты сокрушительно проиграли Уралу из Екатеринбурга. За первую половину игры наша команда смогла набрать лишь 15 очков. Итог 20 минут 34-15. Разгром продолжился во второй половине матча. Грифоны, так называют уральскую команду, забросили в кольцо университета еще 50 очков. Итог всей встречи 84-43. Следующий матч сургутяне проведут дома 20 февраля и примут одного из лидеров турнира «Саратовский автодром». Сургутяне в блистательном стиле выиграли домашний чемпионат округа по рюкопашному бою среди подразделений полиции. За медали боролись порядка 130 спортсменов. Дмитрий Подлесной расскажет подробнее. 130 спортсменов из 12 территориальных подразделений. Таким оказался состав участников очередного чемпионата округа по рюкопашному бою среди полицейских. Борьбу мастера единоборств ведут за 8 комплектов наград и негласное звание самого сильного коллектива. В фаворитах команды из Сургута и Ханты-Мансийска. Соперник, соперники весь округ. А задача победить, как обычно. Показать себя и победить. Опыта набраться за счет неровок, за счет силы духа, за счет воли, за счет всего, что нам помогает. Уникальность соревнований в том, что на татаме не профессиональные спортсмены, а обычные полицейские. Здесь такие же участковые, такие же постовые, такие же начальники отдела. То есть ребята работают именно в сотруднике полиции, они работают, именно работающие, а спорт для них это хобби. В итоге пять золотых медалей из восьми завоевали сургутяне. В копилке команды из Ханты-Мансийска всего лишь одно первое место. В весовой категории до 80 килограммов победу праздновал Алексей Пачганов. Дмитрий Подлесной, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. И в заключении выпуска новости от Гидромедцентра. По прогнозам нас вновь ожидают сильные морозы. По сообщениям синоптиков, столбики термометров опустятся ниже 35 градусов. В связи с похолоданием в ГИБДД и Югры предостерегают водителей воздержаться от дальних поездок, быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и не забывать о дистанции. Если вам все же необходимо отправиться в дальнюю дорогу, возьмите с собой теплые вещи. На этом у нас все новости. Спасибо за внимание. До свидания. Приобретайте офисы в престижном районе на первой линии новой дороги. Свободная планировка площадей от 240 и более квадратных метров. Панорамные окна с видом на Сайму. Коммерческая недвижимость в жилом комплексе Саймовский. В честь праздника 23 февраля скидка 23% на новую коллекцию. Сеть салонов Китрой. Альфред Мюллер. Грег Херман. Мечтаете о безмятежном отдыхе? Ваша ванная комната? Место, где можно забыть о проблемах? Наслаждаться тишиной? Место, где нет мелочей? Свет. Аксессуары. Все важно. Галерея керамики. Искусство жить роскошно. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Срочно подать объявление легко. Просто позвоните 22 22 44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» 22 22 44. В связи с закрытием отдела меха и кожи, в универмаге «Сургут» радостные скидки. На мужские и женские пуховики 50%. На норковые шубы от 30 до 50. А на шубки из меха, бобра и мутона за полцены. Универмаг «Сургут». Улица Рыбников, 16. Телефон 25 06 05. И о погоде на 19 февраля. Здравствуйте, в студии Юлия Рябцева. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Декалюкс». Компания «Декалюкс» – официальный партнер «Алютех» предлагает алюминиевые окна и двери, входные группы, офисные перегородки, а также остекление фасадов, витрин, балконов, зимние сады. Производство в «Сургуте». С компанией «Декалюкс» вам будет тепло и уютно. Улица Югорская, 38. Телефоны 26 14 07 26 27 72. Код города 34 62. Вас ждут в компании «Декалюкс» по адресу улица Югорская, 38. Телефоны 26 14 07 26 27 72. Код города 34 62. В среду морозный антициклон, смещаясь в приобье на центральную территорию Западной Сибири, захватит волну студеного воздуха. Среднесуточная температура понизится местами на 10-15 градусов, а южная часть региона и почти весь Урал останутся под влиянием атмосферных фронтов, формирующих пасмурную и снежную погоду. Ночью в Сургуте и Крестностях облачно с прояснениями бессущественных осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 38, минус 43. Утром переменная облачность осадков не ожидается. На столбиках термометров около 40 градусов мороза. Днем переменная облачность без осадков. Направление ветра восточное 4,9 метра в секунду. Температура 31-36 ниже 0. На 23 февраля ваш юный защитник ждет чего-то особенного. Подарите ему уникальную машину с радиоуправляемым браслетом всего за 1499 рублей. Такая цена только в Карапузе. Карапуз представляет удивительные подарки для мальчиков и девочек. Умные игрушки, высокотехнологичные и говорящие, яркие и забавные. И только в Карапузе по специальным праздничным ценам. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление составит 760 миллиметров штутного столба. Только до 23 февраля в Кераме суперцены на немецкий ламинат 33 класса. Высокая прочность, огромный выбор расцветок и текстур от 419 рублей. Керама. Высокое качество по выгодной цене. Подробности у продавцов-консультантов. Спонсор прогноза погоды – Центр строительно-отделывающих материалов Керама. Город Сургут, Нефтеганское шоссе 21А. Фабрика Комфорта. Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Фабрика Комфорта. Живите красиво. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова